В Нижневартовске продолжают развивать сеть городских дорог. Строители сдали сразу два долгожданных участка. Теперь жители нового микрорайона пользуются комфортным подъездом к своим домам. А в старой части Нижневартовска появился дублер единственного проезда по улице Лопарева. Подробнее расскажет Евгений Алексеенко. Широкое дорожное полотно, удобные пешеходные переходы, тротуары, велодорожки и остановочные павильоны. Улицу Московкина в Нижневартовске построили в рамках реализации программы капитальное строительство и реконструкции городских объектов. Еще недавно жители близлежащих домов могли только мечтать о таком комфорте. Если кто-то увидел, как что было и что есть, это разница большая. Но очень красиво. Правда, еще зелени нет, но она будет. Но дети, есть где кататься детям, здесь есть камеечки, где отдохнуть. Благодать. Строители позаботились о комфорте людей и в вечернее время. По всей улице смонтировано современное освещение. Для отвода дождевых и талых вод проложили ливневую канализацию. Весной на газонах взойдет многотравие. Я сам живу в этом микрорайоне. Я знаю это не просто по наслышке, а действительно понимаю, как эта дорога важна и необходима для жителей этих микрорайонов. Раз, два, три. Открываем второй этап Нововартовской. А это уже участок улицы Нововартовской. Он стал дублером единственной дороги по улице Лопарева. Она одна связывала жителей старой части города с его центром. Теперь большие пробки ушли в прошлое. Люди экономят время в пути, разгрузились имеющиеся рядом проезды. Ширина дороги 15 метров. Он очень прекрасный, красивый. Что я могу сказать. Несколько раз ехал даже на машине. Идеально пока. Пока по новым улицам открыли движение для частного транспорта. Сейчас власти разрабатывают схему, чтобы жители могли воспользоваться и общественным транспортом. С учетом, во-первых, и новых сегодняшних улиц, которые мы открыли, естественно, будет пересмотрено и в том числе соответствующие маршруты общественного транспорта. Новая дорога – важный объект для развития восточного района Нижневартовска. Ее построили по поручению администрации президента России. Реализовать проект удалось благодаря работе властей города и поддержке правительства Югры. Евгения Алексеенко, Александр Титаренко. Вести Югория. Нижневартовск.